Девочки, всем привет! Сегодня обзор на H&M. Вернее, не обзор, а я соберу для вас много-много весенних образов. Это будут образы уже, наверное, на лето, не на весну, а образы все будут летние. Напомню также, что у меня был недавно обзор, полный обзор, что купить на весну в H&M. Ссылочку я оставлю под этим видео. Всем привет еще раз! Все образы, девочки, я буду примерять в зале. Здесь у меня худи и юбка. На самом деле, к этой юбке еще есть рубашка. Это костюм. Дальше я вам покажу его. Но я хотела вам сначала показать образ с юбкой. Юбку я дополнила худи и кеды. Такой момент. Кеды я показываю вам в образе, какие есть у меня в примерочной. Здесь могут быть массивные кеды какие-то. Любые кеды, могут быть кроссовки, все, что у вас есть. Я еще внутрь худи добавила футболку для многослойности, чтобы образ был интересный. И сумка. Вместо кед могут быть любые спортивные, например, сандали с широкими ремешками. Ну, универсальный. Мне кажется, именно на лето это универсальный костюм. Здесь еще идет вот такого плана рубашка. Ее будет красиво, например, просочетать с джинсами, добавить босоножки какие-то акцентные под золото, например, под серебро, туфли, лодочки. И вот будет такой вечерний интересный образ. То есть, этот костюм можно носить как вместе, так и отдельно. Здесь высокая посадка у юбки. Рубашку я примеряю в размере L. Она на мне большая. Это был единственный размер. И здесь у юбки есть подъюбник. Давайте немного сориентирую вас по размерам. Скажу, что низы юбки, брюки, джинсы мой размер обычно 10, размер S. Но именно эту юбку я примеряла в размере 6. Получается, самый маленький размер я примеряла. И она мне подошла идеально. Поэтому этот размер больше мерит на 2 размера. Кому интересны мои параметры, девочки, будут под этим видео. И также все вещи, которые вы здесь видите, я ссылочки оставлю под этим видео. У юбки есть также подъюбник. Худи. Худи я примеряла в размере XS. Походу оно также больше мерит очень. И вы знаете, в размере XS в нем достаточно было объемное. На мне оно выглядело объемное, несмотря что самый маленький размер. Рубашку я примеряла в размере L. Это один-единственный был размер в зале. Но она мне понравилась. Она будет красива, как я сказала, смотреться с джинсами. Также этот костюм можно увести прям в летний-летний образ. Добавить какие-то плетеные сандали, сумку интересную. И будет летний-летний образ. Мне кажется, вот цвет, девочки, бежевый на самом деле. Вот такой, как камера вам передает, такой он и есть вживую. Аксессуары. Сумка. Вы знаете, за такую цену она хорошего качества. Вот реально. Я смотрела, черного цвета нет. А вот именно вот эта сумка, такого цвета, она хорошего качества. Коричневый, да? Кеды. Кеды я примеряла, девочки, в размере 5. И они на мне были большие. У меня размер 4. Поэтому они идут размер в размер. Кеды классные. Вот вообще я всегда хвалю именно кеды, кроссовки в H&M. Поэтому я их могу смело рекомендовать. Мне кажется, они не тяжелые и будут удобные. Дальше у меня образ очень такой летний. И очень универсальный. Здесь у меня юбка из сатина длиной макси. Она вот прям хорошего. Вот реально. За такую цену хорошего качества. Мне она очень понравилась. И села на меня хорошо. В этот образ могут быть просто какие-то шлепки. Какие-то плетеные сандали на лето. Это фишка этого образа, что юбка подошла мне идеально. Дальше здесь футболка. В ней достаточно свободы. То есть она не должна быть впритык. Она не должна быть куцей. А вот реально должна быть свободная футболка. Ее можно задрапировать по-разному. Если вы любите носить на выпуск, если вам что-то надо скрыть, живот, бока, то можно на выпуск носить футболку. Если ваша фигура в хорошем состоянии, то вы можете ее по-разному задрапировать. Так как я показывала в видео. Я показываю юбку. Есть черный цвет и есть бежевый. То есть базовые все цвета. Юбка очень универсальная. В этот образ могут быть кеды, кроссовки, сандали любые, шлепки, спортивные сандали, балетки. И футболка. Юбку, девочки, я примеряла в размере XS. Напомню, у меня размеры низы брюки и юбки S. Но вот именно эта юбка подошла мне в размере XS. Футболка очень-очень больше мерит. Я ее примеряла в самый маленький размер XXS. И вот в ней достаточно свободы на мой вес и рост. Эти аксессуары вы видели. Ну и балетки я показываю. Сюда могут быть в этот образ балетки. Эти балетки размер идут в размер. Хочу вам показать, девочки, серый костюм. Мне он очень понравился. Здесь идет юбка прямого кроя. Сзади у юбки есть разрез. И мастерка. Внутри у меня майка. Она длинная. Я ее просто подвернула. Внутри может быть топ какой-то. Или просто футболка свободная. Если вам нужно скрыть живот, бока, мастерка может быть более оверсайз. Можно на размер больше взять. Тут уже знаете, все индивидуально, как вы любите. Или наоборот, можно на размер меньше взять. Мне нравится этот костюм. Его можно носить как с кроссовками, так с балетками. С кедами. В общем, костюм, мне кажется, довольно универсальный. Юбку. Юбку я примеряла в размере XS. И на мне подошел, мне именно подошел размер XS. Хотя напомню, что у меня низы юбки, брюки размер S. Получается, на один размер юбка больше мерит. И мастерка, я ее примеряла также в размере XS. Футболку я примеряла, майку я примеряла в размере S. Тут может быть топ короткий. Если вам скрывать ничего не нужно, то может быть топ короткий, кроп-топ. Может быть просто свободная футболка на выпуск. Это также будет смотреться хорошо. Или можно свободную футболку спереди просто подзаправить. И так же будет хорошо. Мастерку примеряла в размере XS. Для меня лично можно, я бы еще, возможно, померила M. Или можно оставить размер, я бы еще померила размер S. Вот, я бы так сказала. Хотелось бы немножко свободы. Но тут, знаете, тут все индивидуально. И те же самые аксессуары. Юбка из денима. Люблю такие вещи. Очень универсальны в гардеробе. Я добавила к этой юбке блузку. Где есть отложной воротник черно-белого цвета. У юбки высокая посадка. И к образу я добавила балетки. Мне захотелось какой-то комфортный собрать образ. Повседневный, да. То есть комфортная обувь, балетки. И женственный образ. Интересная женственная блуза. На самом деле, возможно, кто-то думает, что такого плана блуза антитренд не актуально. Ничего подобного. Для кого-то это база. Лично я считаю, что это базовая вещь будет в вашем гардеробе. По вещам. Юбка, девочки, честно сказать, по крою она мне очень нравится. Но здесь вот я где показываю, в поясе такая какая-то вот странная, странный пошив. Почему-то вот в поясе она широко. Я чувствовала, что она большая. Но в бедрах, в бедрах было очень узко. Я чувствовала, что как в бедрах сильно она прилегает. Хотя у меня бедра не объемные. Поэтому вот, ну не знаю, рекомендовать к покупке я бы, наверное, все-таки ее не рекомендовала. Ну а там, смотрите, все очень индивидуально. Юбку я примеряла в размере 6. И если брать, я бы купила эту юбку в размере 6. Получается, она на два размера больше мерит. Блуза в размере XS. И вот она мне подошла, эта блуза подошла в размере XS. Больше, больше, размер больше я бы себе не стала брать. Она и так вот выглядела на мне, ну как, немножко как свободная. Ну а вот юбка, я не знаю, тут что-то вот с кроем, мне кажется, не так вот. Или это просто на мне она так села, на меня так села. И балетки, балетки размер в размер идут 4. Но вот опять-таки здесь в пальцы они мне давили. Я уверена, что размер 5 они на мне будут большие, а четверка они мне давили в большой палец. Вот опять-таки все очень индивидуально. Понравился мне этот костюм. Единственное, девочки, я добавила именно к этому костюму лодочки, где есть высокий каблук. Почему? Потому что у джинс есть широкие внизу отвороты. Они очень-очень забирают рост и забирают длину ваших ног. Здесь нужно обязательно добавлять каблук или платформу. Если вы девушка невысокого роста, обязательно. Если у вас рост метр шестьдесят пять и ниже, то тут вот нужен каблук. Костюм прекрасный, я ничего плохого в нем не вижу. Единственное, рубашку я примеряю в размере XS. Она на мне мала и мне нужен размер S. Получается, рубашка идет размер в размер. Но это как куртка-рубашка, я бы так сказала. Имейте в виду, она дает объем в верхней части. Здесь сплошной такой рукав и вот именно широкий рукав. И он дает объем. Джинсы я примеряла в размере шесть и подошли они мне хорошо в размере шесть. Получается, они на два размера больше мерят. Средней плотности деним, хорошего качества костюм. И лодочки, девочки, примеряла я их в размере пять. И они на мне были большие. Поэтому эти лодочки походу идут размер в размер. Хочу показать вам, девочки, костюм этот под кожу, такой винтажный стиль у костюма. Здесь идет юбка длиной миди и куртка. Единственный минус этого костюма, это то, что я бы, честно, вот этот ремень просто его убрала. Вот он тут вообще лишний, он тут вообще не нужен. Он только делает дополнительную линию горизонтальную и режет фигуру. То есть вообще его убрать. И вот мне не понравилось то, что у костюма тонкий материал. Честно сказать, если бы здесь кожа была потолще, поплотнее, костюм выглядел бы дороже и качественней. Вот его выдает именно вот это, ну как дешево, да, дешево. Но если нет возможности что-то купить подороже, то вот костюм неплохой. Дальше я примеряю здесь куртку с объемными плечами и джинсы. У джинс средняя посадка, вот я бы сказала средняя посадка, средней плотности деним. Я собрала вот такой образ с лодочками женственной и куртка с объемными плечами. Кто-то ее занес уже в антитренды, но вы знаете, я не могу сказать, что это антитренд. Для кого-то опять-таки это будет базовая вещь. Юбку я примеряла в размере 6. Получается юбка на 2 размера больше мерит. Эта юбка подошла мне хорошо в размере 6. Как я сказала, тонкая кожа, поэтому выглядит... Ну, вот как я говорю, если нет возможности купить что-то подороже, то я хочу сказать, это неплохой вариант. Это вот реально неплохой вариант. И куртка, куртку я примеряла самый маленький размер XXS. Она очень больше мерит, поэтому вот именно этот размер подошел мне хорошо. Мне достаточно в ней было свободы. Вот вы видите, я вблизи показываю. Все-таки хочется, чтобы кожа была более, хотя бы немножко качественней. Но мне она по-своему нравится. Она современного кроя. Вот фишка в H&M то, что большинство вещей, да, по качеству они хромают, но они все, большинство вещей в H&M актуального кроя. Но опять-таки, смотря где у кого H&M. Потому что H&M отличается, в каком он городе. Майка, та же самая майка. Я уже вам ее показывала. Внутри тут может быть водолазка. Кстати, этот костюм коричневый можно надеть. Можно надеть с теплой водолазкой и носить зимой, в холодное время года. Сапоги-трубы, например, колготки теплые. Джинсы, девочки. Джинсы я примеряла в размере 10. Они идут размер в размер получается. Средняя посадка, средней плотности деним. Это джинсы летние, современные летние джинсы. На мой рост 1,65 м обрезать длину не нужно. Напомню, что все мои параметры под этим видео. И также ссылочки на все вещи, которые я примеряю под этим видео. И куртку я примеряла в размере S. Тут очень индивидуально, девочки. Если у вас от природы сильно большие плечи, то такая куртка сделает плечи просто огромными. Тут все очень индивидуально. Для меня лично я бы оставила размер S. Потому что, если я возьму M, на мне будут плечи выглядеть огромными. А та куртка хорошая. Это на мне, девочки, летний костюм. Я помню, он был и в прошлом году, в прошлой коллекции. Неплохого качества. Брюки прямого кроя. Костюм это одна цветовая вертикаль. Всегда будет стройнить. Рубашка хорошего кроя скорректирует вашу фигуру. В-образный вырез. Свободная. Носить этот костюм можно с какими-то плетенными сандалями. Или наоборот, спортивные сандали на платформе. Или, в общем, увезти в летний-летний образ. В общем, тут зависит от того, какое у вас настроение. И какая погода за окном. Дальше еще один костюм хочу показать. Это не костюм, девочки. То есть, куртка и юбка, вы видите, отличаются по цвету. Но Total Denim очень актуально все еще. И это может быть деним разного цвета. Это также выглядит интересно и современно, и свежо. Поэтому, мне кажется, так тоже можно носить. Это хорошая идея. Можно увезти этот костюм в женственный образ. Я добавила лодочки. И выглядит это стильно и интересно. Юбка плотнее намного, чем сама куртка. О, куртки тонкие, деним. Костюм, девочки. Прямо в окрое обычные брюки. Средняя посадка у брюк. Тонкий материал. Состав, конечно, не очень хороший. Если... Ну, этот костюм можно носить, когда не сильно жарко. Не сильно жарко, потому что все-таки состав, я бы сказала, не очень-то и хороший, и полезный в очень жаркую погоду. Тонкий материал. Хорошая такая рубашка. Мне понравилась, потому что она правильного такого, знаете, кроя. Достаточно в ней длины, рукава, V-образный вырез. В размере костюм я примеряла. Рубашку размер S отлично подошла. И брюки в размере 8. Также подошли мне хорошо. Костюм из Денима. Юбка. Юбку я примеряла в размере 6. Подошел мне размер 6. Получается, юбка на 2 размера больше мерит. Средняя посадка у юбки. Заметьте, что у юбки нет пояса. Это значит, она не соберет вам то, что порой нам хочется подсобрать живот. Здесь пояса вообще он очень тонкий. Юбка длиной макси. И у юбки плотнее. Намного плотнее Деним, чем у куртки. И куртку я примеряла в размере XS. Самый маленький. Она походу больше мерит. И вот в самом маленьком размере на мой вес и рост она выглядит довольно объемно. Поэтому больший размер я бы не стала брать на свой рост и вес. Но мне нравится. Мне нравится как по отдельности все эти вещи смотрятся, так и вместе. Но куртка, она вот такая здесь. Тонкий Деним. Она не соберет. Если нужно собрать верхнюю часть, то она это не сделает. Дальше хочу показать вам твидовый жакет. Он плотный. Вот он реально плотный. Достойная фурнитура. Цвет вот такой, какой передает камера, такой есть и вживую. Я сюда просто добавила из костюма джинсы с отворотами. Вы их уже видели. И те же самые лодочки. Очень мне нравится, как вот собрался образ. Здесь могут быть любые джинсы или же брюки, которые подходят вам по вашей фигуре. Я примеряю эту куртку, девочки, в размере M. Лично для себя я бы взяла размер M. Костюм, девочки. Ну как костюм? Это не костюм. По цвету он отличается. Топ и юбка. У юбки плотный. Плотный деним. Высокая посадка. Но эти вещи, они на мне большие, девочки. Это не костюм, как я сказала, по цвету отличается. Но вместе выглядит очень и очень красиво. То есть они висели в зале в разных местах. Но вот я соединила и мне очень понравилось. Единственное, вещи не сели не по размеру. Я увела опять-таки в женственный образ. То есть я использую ту обувь, которая у меня есть в примерочной. Здесь те же самые лодочки. Здесь разрез только сзади. Спереди его нет. Внутрь можно надеть обычную белую футболку, например. И добавить кеды или кроссовки. И будет также интересно. Или внутрь можно надеть тонкую, как сеточку, знаете, водолазку, боди. И добавить кеды, кроссовки, добавить балетки. Вот универсальный костюм. Значит, куртка, девочки. Она плотная, кнопки, фурнитура достойная, хорошая. Вот реально она мне понравилась. Единственный такой момент. Если мне брать на размер... Она короткая, по длинам. И если брать на размер меньше, в размере S, то по длинам она будет очень короткая, как кроп. Поэтому лично на свой рост, 1,65 м, я оставлю размер M. Поэтому напомню, что у меня недавно был обзор на H&M. И я там очень много показывала вещей, что можно купить в H&M на весну. Ссылочку я оставлю в инфобоксе под этим видео. И джинсы, те же самые джинсы. Примеряла я их в размере 6. Подошли они мне хорошо в размере 6. Джинсы эти вы уже видели. Костюм, смотрите, по цвету он отличается. Юбка, я ее примеряла в размере 8. Она мне не подошла. Она очень была большая. Поэтому мне нужен то ли 4 размер, то ли 6. Скорее всего, наверное, 6. Плотный. Вот у юбки, девочки, реально плотный. Такой плотный деним. Юбка сама по себе классная, стильная, современная. Можно брать. И топ мне не понравилось то, что внутри, где грудь находится, нет липкой ленты. В основном, всегда такие топы, внутри должна быть липкая лента. Иначе она будет просто, этот топ будет просто спадать вниз. Вот это вот такой вот очень важный момент. Очень больше мерят. Примеряла я в размере S. S на мою грудь мне нужен, наверное, самый маленький размер. То ли XS, то ли 2, то ли XS. В общем, все, девочки, все. Обзор получился большим. Я думаю, каждая нашла что-то для себя. Много-много вещей я постаралась вам показать. Будут вопросы по размерам, пишите. Напомню, что все ссылки на вещи, которые я примеряла в этом видео, будут в инфобоксе. Также ссылка на видео, на обзор полный в H&M, что можно купить на весну, ждет вас под этим видео. Буду с вами прощаться. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...